Почти 140 тысяч учеников пошли в школы в Верхней Волжи 1 сентября. Из них почти 15 тысяч это первоклассники. Колледжи приняли в свою аудиторию более 24 600 студентов. В детские сады пошли 56 198 воспитанников. При этом во всех учреждениях соблюдаются все меры по предупреждению распространения коронавируса. Например, в центре образования номер 49 областного центра. Этим утром 1 сентября перед центром образования номер 49 не так многолюдно, как это бывает обычно. По случаю начала учебного года. Руководство учреждения учло все рекомендации и на самую первую линейку пригласило только первоклассников, а также тех, для кого этот праздник наступил в последний раз. Будущих выпускников, которые признаются, что рады началу учебы. Мы с нетерпением ждем его начала, потому что мы 11 класс, мы выпускницы. И это важная часть в жизни каждого человека. Экзамены – это решающий этап в нашей жизни. Классная руководительница Светлана отмечает, что несмотря на полученный опыт дистанционного обучения, и школьники, и педагоги очень надеются, что к режиму онлайн им больше не придется прибегать. Надеюсь, что этот учебный год у нас начнется в обычном режиме, и мы 11 класс, выпускники, и нам, конечно, это надо, чтобы мы обучались очно, а не дистанционно. Конечно, есть свои плюсы и минусы, но живого вообще не хватает. При этом в 49-й школе в течение лета провели тщательную работу по профилактике распространения коронавируса в течение учебного года. О том, что нынешний учебный год будет проходить в особых условиях, в школе говорит многое. Санитайзер для обработки рук, прибор для дистанционного измерения температуры, ну и, конечно же, самое главное – оно в расписании. Вот они, те самые изменения в расписании уроков, над которыми, как говорит руководство школы, пришлось очень сильно попотеть. В итоге при составлении расписания сделано все, чтобы максимально развести потоки учеников, а это более 1400 человек. В первую очередь речь идет о переменах. Важным нововведением является то, что теперь каждый класс будет оставаться в одном помещении в течение всего дня. Кроме того, попадать в свою школу дети смогут по пяти входам. На каждом всех ждет все тот же термометрический контроль. Заведена вся необходимая документация, журналы термометрии, пропускной режим, обозначены все термометры именно по, закрепленные за своим градусником, извините, за своим входом. И разработано у нас расписание со своим входом. Помимо профилактических мероприятий в отношении коронавируса, в наступившем учебном году по поручению губернатора Игоря Руденя во всех школах региона будет усилена работа по разъяснению правил безопасного поведения на дорогах. Причем коснется это не только учеников, но и их родителей. Такие занятия планируется проводить как минимум в течение двух месяцев. Причем коснется это не только учеников, но и их родителей.